МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный судья соревнований Олег Розенков недаром предупреждает зрителей о главной родителей. В прошлом году судейскому составу перепал от эмоциональных мамочек маленьких спортсменов. Всем казалось, что победила именно их чадо, поэтому правила и система судейских оценок разъясняются в первую очередь. Удары разрешены в голову только металлическую часть. То есть забрал в горку, впереди и в спину. Любой удар запрещен. Участвовать в соревнованиях по армейскому рукопашному бою разрешается с пятилетнего возраста, поэтому и экипировка бойцов сродни обмундированию хоккеистов. Самых маленьких и начали турнир «Новогодняя сказка». Безумная радость побед и горькие слезы поражений. В соревновании приняли участие четыре клуба из Ульяновска, Старомайнского и Барышского районов области. Православный клуб смешанных единоборств «Пересвет» при Жадовском монастыре делегировал на турнир десятерых своих воспитанников. Все они стали обладателями различных наград. Девятилетнему Семену Дьячкову долгое время не везло на различных турнирах, хотя, по заверению тренеров, мальчишка отличается своим трудолюбием и упорством на тренировках. На этом турнире ему повезло. Троим соперникам уроженца села Новая Бекшанка было нечего противопоставить. Учитывая то, что Семен выступал в двух весовых категориях, он положил в копилку «Пересвета» сразу две золотые медали. По одной высшей награде завоевали Георгий Герасимов и девятилетний инденец Дмитрий Кузнецов. Последний блестяще провел три боя, не оставив и тени сомнения в своем чемпионстве. Всего же у воспитанников «Пересвета» 11 медалей на десятерых и третье – общекомандное место. Награду вместе с медалями и грамотами все ребята получили новогодние подарки. Редактор субтитров А.Семкин